Всем привет! С вами канал i2Heart, Максим, и сегодня мы поговорим о интересных процессорах, бюджетных процессорах от AMD и Intel, ну и заодно столкнем их лоб в лоб друг против друга, ведь ценники у них достаточно сильно похожи, сравнивали буквально вчера по ценам Регарда, может быть, конечно, в разных магазинах они будут больше отличаться, но тем не менее, все это находится в пределах плюс-минус тысячи рублей. Разберем преимущества и недостатки каждого из них и сделаем определенные из этого выводы. А процессоры у нас. Первый претендент от AMD это AMD Athlon на AM4 Socket 950X, ну и против него, конечно же, выступит Intel Pentium G4560, это двухъядерный четырехпоточный процессор, ну и, соответственно, посмотрим, на что они будут способны. Тестовый стенд для них был собран похожий, то есть за исключением материнской платы было все одинаково. Ну, конечно же, это оперативная память с частотой 2400, но с ней возникли некоторые проблемы. Использовался комплект памяти ADATA XPG на 3000 МГц, двухранговая оперативная память с чипами от Samsung, также были попробованы тесты для Athlon ввиду некоторых особенностей с одноранговой памятью GL EVO X на 3000 МГц. Ни один из комплектов завести на частоте в 2400 не удалось вообще, даже в стоковом состоянии самого процессора. При разгоне тоже, соответственно, все было достаточно плохо, непонятно, сама ли платформа виновата или у нас попался неудачный камень. К сожалению, здесь точно сказать мы не можем. Но одно мы знаем точно. Запустили мы наш Athlon, так как он имеет разблокированный множитель с увеличенной тактовой частотой до 4,1 ГГц. Более этот экземпляр не берет в принципе вообще никак выше. Ну и, соответственно, напряжение было на него подано уже такое, что даже на материнской плате относительно среднего уровня, а это B350 Prime Plus от Asus, уже достаточно сильно грелись цепи питания. На более простых материнских платах, само собой, ну все будет еще хуже. И если мы говорим о сравнении цен, опять же, бралась самая дешевая плата на B350 чипсете и Athlon против H110 чипсета и G4560. Тогда они получаются плюс-минус равными по цене. Ну и, соответственно, процессор в разгоне до 4,4 ГГц, имеется в виду Athlon, это реальная возможность его использования за эти деньги. Память заработала адекватно только на частоте 2133 с таймингами CL15, поэтому так и будем тестировать. Pentium тестировался также с таймингами CL15, 2400, правда, МГц была память, поскольку платформа это позволяла сделать без танцев с бубном. Ну и на этом пора, думаю, переходить к тестам, посмотрим, кто же кого заборол. Итак, приступим к тестированию. В Cinebench R15 процессоры набирают 369 баллов для Intel Pentium G4560 и 303 балла для Athlon X4 950. В Blender ситуация следующая. Athlon справляется с задачей за 3 минуты 34 секунды, в то время как Intel Pentium справляется со своей задачей за 2 минуты 19 секунд. Ну что ж, а теперь к игровым тестам. Начнем с Far Cry Primal. Здесь мы видим довольно солидное преимущество Pentium G4560. И даже в начальной сцене, хоть преимущество это и сокращается, но остается достаточно значимым и солидным. В среднем оно составляет порядка 50% в зависимости от сцены. Видеокарта была использована, кстати, GeForce GTX 1070, но в нее ничего не упиралось, в большинстве случаев так точно. По итоговым результатам будет видно, что Pentium G4560 серьезно обошел соперника. Ну а мы продолжаем. GTA V. В этой игре большое количество ядер вроде бы и не нужно, и игра хорошо работает с четырьмя ядрами. Проблема в том, что четыре ядра Athlon X4950 оказываются заметно слабее двух ядер и четырех потоков Pentium G4560. И даже в тяжелых сценах эта разница опять же остается достаточно заметной и составляет от 40 до 60%, что, конечно, никак не спасает AMD Athlon X4950. Следующая игра Rise of the Tomb Raider. Pentium G4560 снова не справляется с подгрузкой объектов, но проблема в том, что Athlon X4950, во-первых, имеет катастрофически долгие загрузки, а так как мы вырезали только последний эпизод этого не видно, ну и во-вторых, очень сильно фризит и лагает, даже при том, что он подгрузил объекты. И вот тут вопрос, вам в два раза больше FPS или то, чтобы игра лучше подгрузила все объекты? Пусть каждый решит сам. Deus Ex Mankind Divided. Очень тяжелая игра в плане процессорозависимости, и здесь она показывает, что больше ей по душе Pentium G4560. В этой игре его преимущество чуть меньше, чем обычно, но в целом его тоже можно видеть невооруженным взглядом. По итогам теста минимальные FPS не очень показательны, но, думаю, фризы на графике фреймтайма на Athlon X4950 видны всем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ведьмак 3. К привеликому сожалению, играть в эту игру на Athlon X4950, мягко скажем, проблематично. Если присмотреться, то видны частые, очень частые фризы и статтеры, в то время как Pentium G4560 справляется с задачей несколько лучше. Разница в FPS опять же большая и присутствует. Но эта игра больше всего наглядно отражает разницу, и на Athlon X4950 играть будет действительно очень некомфортно, в то время как на Pentium терпимо. Battlefield 1. Тяжелая игра для процессора также. Синглплеер, одинаковые сцены. При этом Athlon справляется опять же тяжело и на последнем издыхании. В то время как Pentium также задыхается, но при этом выдает практически в два раза больше кадров в секунду. В общем и целом, и здесь венок первенства отходит Pentium G4560. Pentium G4560. Ну и последний игровой тест на сегодня. Это Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Здесь опять же ситуация не изменилась кардинально. Также выигрывает Pentium G4560. И выигрывает довольно солидно. Конкретный результат можно будет увидеть в таблице итогов. Ну а мы переходим к выводам. Итак, какие можно сделать выводы. AMD Athlon X4950X может быть интересен для покупки только в одном единственном случае, если вам нужна затычка на материнскую плату сокета AM4. Потому что в любом другом случае Pentium смотрится интересней. По цене G4560 сейчас можно найти G4600 с нормальным встроенным видеоядром, на котором можно даже в некоторые простенькие игры поиграть. На Athlon'е видеоядра, к сожалению, нет. Это одно преимущество Pentium. Второе. При практически равной стоимости комплектов он выдает гораздо более высокий фреймрейт. И в системе ощущается даже несколько более бодрым. Конечно, оба камня могут быть проапгрейжены до определенного уровня. И тем не менее, при учете нынешнего положения можно сказать следующее. Так как появилось новое поколение Intel Coffee Lake, старые, скорее всего, упадут в цене. И проапгрейдить потом Intel Pentium G4600 или G4560 будет достаточно просто за небольшие деньги и получить хороший производительный четырехъядерный восьмипоточный процессор. У AMD Athlon X4 950 перспективы буквально немного больше в рабочем плане. А на этом у нас на сегодня все. Если вам было интересно данное тестирование, не забудьте поддержать его лайком под видео, а также подписаться на канал. На этом всем спасибо за просмотр. С вами был канал i2Heart, Максим. И всем пока-пока.